Это прекрасно, что мы тут все вместе собрались. И сегодня будет что-то типа истории арифметики. Я бы так это сказал, назвал, наверное. Ну, начинается все, конечно, с 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Да? Старинного устройства для построения прямых углов. Как работает это устройство? Кто догадается? Какие? Это веревка. На ней узлы через равные промежутки. Промежутков 12. Кто догадается, как работает это устройство? Это треугольник? Да, да. Следующее я хотел сказать. Я дам подсказку, что его использовали в Древнем Египте. Но подсказка не понадобилась. Именно так. Дело в том, что если его растянуть, вот взять за три, плюс потом четыре, плюс потом пять, вот так растянуть, получится, что вот здесь будет три узелка, ну, три расстояния между узелками, здесь четыре таких же расстояния, а здесь пять, и у меня будет прямой угол, правда? И у меня уже отваливается это ухо сразу же. Оно удобно, потому что двойное зажимает виски очень сильно. Но вот важно, чтобы оно все-таки не отвалилось. Здесь, возможно, какая-то, может, так вот сжать надо, да? Ну, ладно, попробуем так. Вот. Ну, то есть уже сверх давно, сверх-сверх давно знали вот этот вот треугольник, прямоугольный треугольник с целыми сторонами, правда? Ну, то есть три квадрат плюс четыре квадрат равно пять в квадрате. Ну, как бы это сказать, математика, наука, развивающаяся так. Что-то заметил и пытаешься обобщить. Понятно, да? Ну, вот она просто так устроена. Что-то заметил. Ну, в принципе, для прямых углов этого вполне достаточно, чтобы строить там всякие вертикальные здания. Этого вполне достаточно. Зачем нам какие-то еще треугольники, кроме этого, который называется египетский? Ну, однако же, вот человеческий ум пытлив, человеческий ум пытлив, очень хорошая доска и очень хороший мел. Вот, вот, вот инновационная доска. Настоящая, недорогая и очень удобная. Вот. Значит, и, соответственно, человеческий ум может поставить здесь целый ряд вопросов. Ну, вот, например, таких. Есть ли еще треугольники прямоугольные со свойством, ну, там, А квадрат плюс Б квадрат равно А плюс один квадрат, да? То есть, когда длинный катет от гипотенузы отличается на один. Есть ли еще треугольники прямоугольные, такие, что А квадрат плюс, наоборот, А плюс один квадрат равно Б квадрат? То есть, у этого прямоугольного треугольника, у него два качества на единице отличаются и длинный катет от гипотенузы. И можно обобщить как в эту сторону, так и в эту сторону, да? И начинается изучение соответствующих вопросов. Ну, а еще более дерзкий вопрос, который, впрочем, оказывается проще вот этого. Еще более дерзкий вопрос проще вот этого. Он звучит так. Описать все, все прямоугольные треугольники с целыми сторонами. А как может быть так, что более общий вопрос проще, чем какой-то конкретный? Ну, такое часто бывает, правда? То есть, как бы общая формула, мы ее выведем сейчас, она совершенно конкретная. Поднимите руку, кто знает общую формулу всех пифагоровых треугольников, чтобы я примерно понял. Ну, несколько человек знает. Но мы ее выведем сегодня. С этим мы начнем. Но из нее, там будет два параметра, они будут бегать, да? Два параметра бегают, принимают всевозможные пары значений с некоторыми ограничениями. И в каждом случае выдается на выходе прямоугольный треугольник, и все прямоугольные треугольники с целыми сторонами, ну, там, опять же, будет небольшое уточнение, какие именно, описываются таким образом, а остальные из них следуют тоже очевидно. Но при этом вот по этим формулам угадать, у каких из них будут два катета отличаться на единицы, совершенно невозможно. Это отдельная трудная задача. И если мы ставим отдельно задачу, вот, описать все такие, то она, оказывается, едва ли не сложнее, чем вот эта. Наверное, даже немножко сложнее. Но давайте начнем с самой простой. Самая простая, конечно, вот здесь. Значит, мы хотим, что, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы квадраты соседние отличались на квадрат, правда? Вот мы рисуем квадратики. Давайте мыслить как древние. Древние мысли тем, что вот этот квадрат означает, что нарисован квадрат с соответствующей длиной стороны. Значит, вот мы рисуем квадраты. Один, два, три, четыре, пять. И отмечаем, что на пятом моменте что у меня происходит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Правда? Вот. Шесть, семь, восемь, девять. То есть между четыре квадрат и пять квадрат оказывается квадрат. И вот поэтому получился у нас египетский. Но если мы продолжим эту структуру, нам только нужно отслеживать, что вот эта длинная колбаса является квадратом. Да, и все. Вот. Колбаса – это всегда нечетная, потому что это разница между квадратами соседних чисел. Соседняя всегда четная и нечетная, или наоборот. Поэтому то, что между ними, будет всегда нечетная. Ну и так видно, что каждая следующая колбаса на два больше предыдущей. Поэтому, по сути, получается, что один, прибавить три, прибавить пять. Просто все подряд нечетные числа вот так вот идут в ряд. И каждый раз, когда я где-то обрубаю и вычисляю сумму, получается точный квадрат. И все точные квадраты получаются таким образом. Когда у меня вышла книга, которая у некоторых из вас в руках здесь, «Математика для гуманитария» в 17-м году, я ее всем, на все встречи, куда я приходил, я ее обязательно дарил. Вот если меня приглашали в какое-нибудь серьезное место, для какого-то серьезного разговора. Я всегда брал эту книгу и продолжаю так и делать. Это как сказать, ну, на Востоке, да, принято. Ты вначале угощаешь, там, наливаешь чай, даешь сладости, а потом делаешь свои условия сделки всегда, да? Вот. Ну вот этот человек, он разнежился, там, разлежался, чайку, там, сладкого. Вот так же я прихожу и сразу подписываю книгу. Ну и вот один из людей работал в одном из наших банков, ну, таком, небольшом, таком, самом главном банке России. Вот. И на очень серьезной позиции. И вдруг раздается звонок часов в 9 утра от него. Я думаю, что такое, что происходит? Ну, для меня 9 не время, я там в 5.30 где-то стою. Значит, звонок, и он говорит, Леша, это же невероятно! Я никогда об этом не думал! И вот это вот он просто рефлексирует, говорит, я не могу прекратить об этом думать, я все бросил. Все стоит, финансовые потоки стоят. Я сижу и думаю, что квадраты отличаются, значит, на подряд идущие нечетные числа. Вот это он дочитал до соответствующего места в книге. Вот. Так что действительно, но вы понимаете, что тут тоже отлавливаются элементарным образом все, значит, квадраты. То есть это 3 квадрат, 5 квадрат и так далее. То есть для любого, для любого нечетного числа, значит, для любого нечетного числа, из которого извлекается корень, а это, значит, соответственно, у меня получается прекрасная формула, да, которая там настолько очевидна, что не знаю, стоит ли ее выписывать, но тем не менее. И это дает нам все прямоугольные треугольники первого вида. Так, вторую я пока пропущу. Перейду сразу к третьей. К второй я немножко потом вернусь, потому что она породила целые исследования в области диафантовых уравнений в этой задаче. Ну, точнее, она свелась к некоторому очень известному исследованию. Так, а вот третьей мы сейчас займемся. Я могу вам предложить на выбор три разных доказательства. Два из них арифметической природы, одно чисто геометрическое. Кто за геометрию? Поднимите руку. Так, а кто за арифметику? Ага, да. Ну, понятно. Значит, это самое, как говорится, кто швейка читал «Поднимите руку»? Ага, ну, надо читать. Там есть такое «Выбирай слон. Два раза врыло или трое суток ареста». И если выбирал арест, получал врыло в качестве, ну, так, как бы, напутствие. Поэтому у нас будет два доказательства. Такое и такое. Вот. И третье я тоже упомяну и скажу, как оно работает, но подробности вдаваться не буду. Так, геометрическое. Оно выглядит так. Мы, да, какие-то там, может быть, какие-то маленькие незначительные детали мы опустим, но, тем не менее, если мы разделим это на С квадрат, мы получим, что А к С в квадрате плюс Б к С в квадрате равно чему? Единице, точно. То есть у меня вот эта точка с координатами А на С и Б на С, она принадлежит единичной окружности, правда? Давайте единичную окружность нарисуем. Доказательство, которое рассказываю, принадлежит диафанту Александрийскому. Но, вот сюрприз. В то время, конечно, знал, по крайней мере, диафант Декартовую систему координат за тысячу лет до Декарта с лишним, но почему-то скрывал это знание. То есть это во всех, вот когда ты читаешь, это, значит, книга «Диафант и диафантовые уравнения» изобелой Башмаковой, рекомендую, кому интересно. Очевидно, что он исходил из геометрической картинки, это совершенно ясно. Кубические уравнения рисовал, все рисовал. Но при этом, видимо, были какие-то странные установки и правила игры, что он не должен был об этом говорить нигде. То есть это считалось, как бы, видимо, не строгостью какой-то, или вообще математика рассматривается только как альтметическое что-то, а геометрия — это совсем про другое. Вот, то есть ясно, что он питал, как бы, свои рассуждения из геометрической интуиции, но это не написано. Но вот это рассуждение — это рассуждение «Диафанта», которое переписано нормальным сегодняшним языком, единой математики. Математика едина. Математический уклад един. Геометрия и алгебра друг друга дополняют и дают разный взгляд. Значит, итак, мы ищем рациональные точки на окружности. Значит, вот R и S. Они должны быть дробями. Ну, значит, тут у них одинаковый знаменатель, но как бы если мы найдем какую-то дробную точку, понятно, что можем привести к одному знаменателю, и на выходе будет тоже Пифагорова тройка. Вот эту как бы небольшую возню я опускаю. То есть фактически задача полностью эквивалентна задачи поиска вот таких вот точек на окружности. Ну и что я еще опустил? Что если у меня есть какой-то треугольник, который таким образом получен, то все, которые ему кратные, а также если его можно сократить, и все, которые меньше него, подобные ему, если все, которые при этом с целыми сторонами, но те, которые кратные, заведомо будут, если вот этот с целыми сторонами был, то все кратные ему с целыми, но иногда бывает, что его можно сократить. И вот этот минимальный, он уже как бы дает все кратные. Вот этот минимальный треугольник, да, и все остальные, получаются из одной и той же точки. Но это понятно, что это просто то дополнение, которое нужно сделать. То есть когда вы ищете все прямоугольные треугольники с целыми сторонами, вы говорите, что достаточно найти все самые маленькие в своих сериях. А как на языке арифметики сформулировать самый маленький треугольник в своей серии подобных? Взаимно простые стороны. Правильно, взаимно простые стороны. И здесь можно, кто-нибудь может прикопаться, сказать, взаимно простые попарно или в совокупности. Да, правильно, ответ одно и то же. Потому что если они взаимно простые в совокупности, и вот это уравнение верно, то, например, если B и C делится на 3, то автомат М и А тоже делится на 3. Поэтому в данном случае попарная взаимная простота и взаимная простота в совокупности – это эквивалентные вещи. Поэтому мы ищем взаимно простые, и они уже находятся в взаимнозначном соответствии с этими точками нашей окружности. Теперь смотрите, какой фокус. Вот я обозначил некоторую точку. Она к треугольнику, конечно, никакого отношения не имеет. Треугольниками будут точки вот здесь. Строго здесь и больше нигде. Строго между вот этими двумя. Но она мне сейчас поможет. Это точка 0 минус 1. Ну, то есть, грубо говоря, когда я нашел все рациональные точки на окружности, теперь следующий шаг – это сказать, что треугольникам соответствуют те, которые с положительными координатами. Прекрасно. Ну, давайте я возьму вот эту точку и соединию ее с произвольной точкой с рациональными координатами на окружности. Как записать уравнение прямой, которое не вертикально? Кто помнит школу? Y равно... Мне уже даже вот... Да, я хотел сказать, что X плюс B, а чему равно B? Но тут вот есть замечательные слушатели, которые подсказывают. Продолжайте в таком же духе, мы дальше доберемся, если... А ты школьник или студент? Студент. Часто бывает, что самый быстрый в аудитории школьник, но в данном случае это не так. Я поэтому и спросил. Так, когда вот ездишь по стране, а я все время езжу по стране с лекциями, и, если честно, как правило, в типичном городе Иен студенты гораздо медленнее, чем школьники. Потому что школьники приходят из какой-то супергимназии, с которой они все потом на физтех там, понятно, или еще куда-нибудь. Это так, это элемент рекламы. Это что, Райгородский говорит, что я езжу просто так. Вот, я говорю, нет, нет, я реклама физтеха всегда, конечно. Вот, видите. Вот, ну и вот в данном случае Б равно минус единица, очевидно, и нужно только понять, что у нас К. Так вот, К, оно записывается, ну, как? С плюс 1 делить на R, правда? То есть, если РС рациональный, то К рационально. Согласны? Итак, точка окружности РС рационально, то есть принадлежит Ку-квадрат, напишем так, и значит, что обе координаты ее рациональны. Следовательно, К рационально. Диафант Александрийский утверждает, что обратное тоже верно. И это дает очень красивое описание. То есть, утверждается, что если я запустил с помощью рационального наклона, вот этот вот наклон у меня будет рациональный, то точка, которая здесь, имеет две рациональные координаты. И тем самым задача полностью решена, и мы сейчас формулу выведем. Доказательство состоит в том, чтобы просто вывести формулу и это увидеть. Давайте. y равно kx-1, и одновременно x-квадрат плюс y-квадрат равно единице, не правда ли? Стандартная школьная система. Подставляем и решаем. Так, что получается? x-квадрат плюс kx-1, возведенное в квадрат. Напоминаю, К здесь рационально. Хотя пока это совершенно не важно. Равно единице. Так. Ну что? x-квадрат на 1 плюс k-квадрат, не правда ли? Минус 2kx. Да, 0, то есть равно 2kx. Я немножко... Ничего, я не спешу? Нормально? Можно восстановить. Спокойно раскрыть все скобки и то же самое получить. Теперь я удаляю x равно 0. Почему? Нет, потому что возвращает меня к очевидной точке 0 минус 1. Она мне не интересна. Мне интересна вторая. А вторая это та, которая вторая. То есть x нужно 0 убрать, и останется x, который не 0. А x, который не 0, равен 2k, делить на k-квадрат плюс 1. Ну и y, если мы подставим x сюда, получится 2k-квадрат на k-квадрат плюс 1 минус 1. Ну и так вот, если кто в уме быстренько, то вот так. Правда? И видно, что если k рациональна, то точка рациональна. Да? А эти k-квадраты не соответствуют? Или это треугольник, который как бы на одной прямой? Ну, как бы можно так сказать, да. Наверное, можно. А треугольник, которая прямая? Ну, наверное, наверное. Ну, я не знаю, тут уже как бы вопросы проективной геометрии мы сегодня касаться не будем. Вот. А все настоящие треугольники, они живут вот здесь, и они описываются k строго между единицей, ну, и, понятно, конечными. Конечными k больше единицы. Ну, и вот у меня получаются вот такие замечательные формулы диафанта. Ну, давайте их продолжим, потому что если k рационально, то k это m делить на n, правда? Значит, соответственно, получается, если я избавляюсь, ну, четырехэтажную дробь должен превратить в двухэтажную. Ну, что будет тогда здесь в числителе? Еще на n. Да, мне нужно на n квадрат домножать. А здесь, соответственно, m квадрат минус n квадрат делить на m квадрат плюс n квадрат. И все. Так как у нас общий знаменатель, то осталось просто до него домножить. И получаются формулы, которые были известны, индусам. С точностью до, ну, перестановки а и b, там это неважно. Вот. Итак, любой прямоугольный треугольник пропорционален какому-то вот с такими данными. То есть, если у вас есть прямоугольный треугольник с целыми сторонами, то он пропорционален одному из треугольников, у которых стороны 2mn, m квадрат минус n квадрат и m квадрат плюс n квадрат. Если вы хотите чуть более красивое и точное утверждение, оно звучит так. Это немножко возня, но уже совсем элементарная, но тем не менее, возня. Она приводит к следующему утверждению. Прямоугольный треугольник с целыми сторонами взаимно простого вида задается вот этими формулами со взаимно простыми m и n, такими, что m больше n, а также m и n разной четности. Это важно, потому что нечетные m и n еще на 2 будут сокращаться чуть-чуть. Вот. Обратное тоже верно. Если есть два взаимно простых числа разной четности m и n, такие, что m больше n, то по этим формулам возникает прямоугольный треугольник со взаимно простыми сторонами целого вида. Все. Вот полное решение этой задачи через геометрию. Полное решение через геометрию. Значит, что-то я хотел сейчас еще последнее отметить про это дело. Последнее отметить. Что-то хотел последнее отметить, да забыл. Ну ладно, в общем, все. Вот она, да? Формула. Значит, теперь интересная история этих формул. Они были известны задолго до диафанта. Задолго, за две тысячи лет до диафанта, за четыре тысячи лет до момента, когда живем мы. Но они были известны как рецепт. Возьми и примени. А, вот что я хотел сказать. Я хотел сказать, что если они на вас упали с неба, то вы можете их проверить. Правда? В квадрат возводите 4m2n2, да? А это в квадрат. Это m4 плюс m4 минус 2m2n2, да? А это? m4 плюс n4 плюс 2m2n2. И как раз на 4m2n2 отличается. То есть все прекрасно. Если вы берете всевозможные m и n, то эти формулы дают вам прекрасный рецепт вычисления пифагоровых треугольников, и это даже можно доказать. Но что нельзя доказать, это что все треугольники так получаются. То есть эти формулы, что они исчерпывающие формулы, это вот сделал, ну, видимо, впервые диафанта Александрийский, может быть, и в клид. До конца непонятно. Но задолго, долго, долго до этого эти формулы были известны. То ли их нащупали, то ли… Причем там, а ну как, они в папирусах записаны, там. Взять два количества, перемножить и удвоить. Потом из квадрата, даже не квадрата, как там, в общем, площади квадрата на первом количестве, изъять площадь квадрата на втором. И к площади квадрата на первом количестве добавить площадь квадрата на втором. Ну так в древности писали, да? Мы проще пишем. Вот. Значит, вот такие формулы. Откуда они их знали? Бог их знает, какие-то жрецы, видимо, как-то выводили, нащупывали. А я перехожу к совершенно другому доказательству, абсолютно другому по своей сути. Вот. Значит, доказательство такое. Давайте мы исходим уже из взаимной простоты и спросим себя, какие здесь комбинации чего-то нечет. В этих А, Б, И, С. И два нечетных, правда? Но вообще, если они взаимопростые, попарно взаимопростые, то у них уже никак не может быть двух четных, правда, чисел? Потому что четность — это делимость на два. Значит, четное не более чем одно. Но, с другой стороны, полное отсутствие четных чисел тут тоже невозможно, потому что сумма двух нечетных будет четной. То есть, понятно, что одно из них должно быть все-таки четным. Поэтому одно и ровно одно четное. Теперь чуть более тонкое соображение. Так. Как зовут? Как тебя зовут? Меня? Да. Артем. Артем, скажи, пожалуйста, поточнее, какой из этих чисел обязательно будет, вот заведомо будет нечетным. У меня есть подозрение, что С. Есть подозрение, что С. Иначе бы я не спросил. А и Б же, они взаимозаменяемы, да? Вот. Да, и подозрение — это совершенно справедливое. Давайте думать, почему. В любой взаимнопростой пифагоровой тройке гипотенуза будет обязательно нечетной. А из двух катетов один четный, один нечетный. Почему? Не так, что два катета нечетная, а гипотенуза четная. Думаем. Потому что сумма четного и нечетного, раз нечетного. Ну, да, но нечетных двух четно, в принципе, ничему пока не противоречит. Надо придумать какое-то противоречие. Почему не может быть здесь и здесь нечетно, а здесь четно? Остаток квадратов от восьми. Прекрасно. Прекрасно. Нам достаточно четырех, на самом деле. Да. Если брать по модулю 4, да, то есть остаток отделения на 4. Нужно чуть более тонко. Не чет нечет, а остаток отделения на 4. Вообще вот это, когда про счет нечет, человечество разобралось, произошел следующий революционный шаг. Подумали, что остатки бывают не только отделения на 2. И вот это как бы, вот от этого шага, от того, что остатки бывают не только отделения на 2, до сегодняшних систем шифрования, кодирования, до биткоина, до кредитных карточек и личных кабинетов, меньше расстояния, чем от начала времен до идеи остатков по модулю не 2. Понятно, да? Все остальное просто естественным образом развивалось, как вот развивалась арифметика остатков, развивалась. И потом кто-то сказал, блин, тут же прячутся очень надежные шифры. Это же круто, сейчас мы их выдумаем. Ну вот. Так вот, от деления на 4 квадраты могут давать остатки только 0 и 1. Ну, потому что четное число в квадрате, очевидно, делится на 4, да? 2n здесь в квадрат, 4n в квадрат. А нечетное число имеет вид 2n плюс 1, и в квадрате получается 4n в квадрате плюс 4n плюс 1, да? И дает остаток 1 в определении на 4. На самом деле даже в определении на 8 нечетное число в квадрате тоже дает остаток 1. Вот. Это немножко более тонкое соображение. И тогда получается, что если бы 2 вот этих были нечетные, да, то их квадраты бы давали остаток 1 в определении на 4, а сумма давала бы остаток 2 в определении на 4. А 2 не бывает, уж извините, либо 0, либо 1. Поэтому невозможно. Ситуация нечетная, нечетная, нечетная. А значит, мы точно знаем, что это нечетная. А здесь совершенно не важно, потому что можем а и б поменять местами. Поэтому можно зафиксировать ситуацию, что вот так у нас все устроено. И сделать следующее. Сделать переход, вот такой переход, такой вот переход, да? И написать, что это c минус b на c плюс b, да? Правда? Сумма двух нечетных какая? А разность? Тоже четная. А четная в квадрате делится на 4. Вот это целое число в квадрате, целое число в квадрате, равно произведению двух целых чисел. Не смотрите на эти дроби. На самом деле при наших соглашениях на числа а и b, что именно а четная, здесь написано равенство в целых числах. Теперь ключевое достижение арифметики целых, а также многих других систем числовых, оно называется основная теорема арифметики. Что такое основная теорема арифметики? Поднимите руку, кто это помнит, знает. Основная теорема арифметики. Ну а кто-то сейчас я произнесу и вспомнит. Это утверждение об однозначности разложения на простые множители любого числа. Оно так называется, основная теорема арифметики. Любое натуральное число единственным образом раскладывается в виде вот в таком, где, значит, это различные простые. Я пишу, что они упорядоченные. Тогда мне не нужно писать, что они различные, потому что я уже написал, что они различные. А все альфаиты уже какие угодно, но больше или равно единице. То есть я единственным образом могу указать набор простых в степенях, произведением которых наборов этих является число. Любое число однозначно определяется, определяет этот набор. Ну и любой набор тоже определяет какое-то число, естественно. Любое натуральное число. Да. Ну, единица здесь как бы, ну, единица, ну, считается, что это тоже как бы разложение, пустое множество простых чисел. Ну, в общем, тут уже вопросы такой математической логики, да, там как обрабатывать случай единицы, у него просто нет простых делителей, и бог с ним. Ну, если некомфортно, просто считайте. Любое натуральное число, начиная с двух, однозначным образом, вот так, можно так говорить. Так, а вот, ну, доказывать я это не буду, иначе бы я примерно на эту лекцию потратил, вот, или там пол лекции, по крайней мере. Поэтому я буду исходить из того, что мы это знаем, и выведу то, что называется асота. Асота. Это я только что придумал термин. Основное следствие из... Ну, тут асиота не очень красиво, поэтому из основной теоремы арифметики. Вот, асота. Что такое асота? И это следующее утверждение. Пусть L1, L2 и так далее, л, T попарно взаимно простые натуральные числа и при этом их произведение равно к этой степени какого-то натурального числа. Кто скажет, что из этого следует? Поднимите руку, кто готов сказать? что все для любого И, ЛИ равно МИ в катой степени. Это сильнейшее оружие диафантовых уравнений. Это атомная бомба. С помощью этой атомной бомбы взрывается половина всех диафантовых уравнений. Другая половина взрывается с помощью метода бесконечного спуска Пьера Ферма. Но на самом деле я глупость, конечно, сказал. Это где-то две трети, наверное, покрываются. Еще треть самыми разными другими методами. В общем, это чрезвычайной силы прием. А почему это так? Почему это так? Почему это следует из вот этой теоремы? Ну, смотрите, почему. Давайте М разложим вот так, как тут написано. Тогда М в катой будет что? М в катой. Это там Q1 в степени Kβ1. Понимаете, да, что такое возведение в катой степени? Это я домножаю на K, показатель при степени, да? Умножить на Q2 в степени Kβ2. Q там S в степени K на βS. Вот это написано вот здесь. Но в связи с основной теоремой арифметики, вот это вот разложение, оно, когда мы будем его доводить до простых, должно к тому же самому прийти, правильно? То есть никаких новых не появляется, и те, которые есть, встречаются ровно в тех же степенях. Согласны, да? Ну, просто основной теоремой арифметики. Согласны, не согласны, она все равно верна. Теперь смотрите, какой из этого следует далеко идущий вывод. Что каждая группа сидит целиком в каком-то одном из элик. Почему? Да, потому что они взаимопростые. Как только в разных эликах окажется Q1 в каких-то степенях, нот этих двух элик будет уже Q1 как минимум, а может быть что-то большее, но точно не единица. То есть мы просто тогда указываем на общий делитель. Так как общих делителей по условию нет, то каждый из них содержит просто некоторое количество этих групп. И больше ничего. Ну, а из этого уже очевидно, что это извлекается катый корень на целом. Потому что что такое катая степень? Катая степень — это когда в разложении на простые все степени кратны К. раз все элиты состоят из целиковых групп в катых степенях, то, соответственно, из каждого элита у нас целого извлекается катая степень. Все. И это мощнейшее оружие, мощнейшее. И надо сказать, что арифметика — это, в принципе, пятый класс. Пятый, шестой, ну, там, когда как бывает, по сути, первый раз разложением на множители школьники сталкиваются, в общем-то, в пятом классе. И в учебнике Киселева, который был для царских гимназий, там прямо все это с доказательством и все такое. Я просто в полный шок вот пришел, когда я понял, что в царских гимназиях все школьники сдавали в пятом классе основные тюрем и эфметики с доказательством. Вот. Ну, как бы потом я узнал, что выгон был колоссальный просто вот на этой теме, самая сложная тема была, на которой всех и выгоняли, в общем-то, кого выгоняли. Вот. Все стало понятно. То есть как вот это вот, если человек прошел через это, он фактически уже прошел такую школу жизни. Он, можно сказать, что математику он уже не пропустил совсем, он уже что-то в ней понял. Вот. Ну и мы что теперь делаем? Мы теперь хотим утверждать, конечно, что вот эти числа взаимно просты. Чтобы применить осоту к нашей ситуации, мы должны утверждать, что эти числа взаимно просты, да? Давайте попробуем доказать. Напоминаю, сами числа c и b взаимно просты. Как доказать, что c минус b пополам и c плюс b пополам взаимно просты? Минус у разности. Отлично. Отличная идея. Предположим, что у них есть общий делитель. Тогда сумма на него делится и разность на него делится. Сумма это c, разность это b. Красиво? Все. Ну, так вот, например, представьте, что семерочка, да? Влезла и туда, и туда. Ну, тогда сумма тоже делится на 7. Сумма b сокращается, c делится на 2c. А разность там минус b, ну, b минус b, неважно. Вот, то есть получается, что каждый из них бы делился. Раз каждый, на каждый простой максимум одно делится, значит, никаких общих делителей этих нет. Ну и все. Пишем c минус b пополам равно n квадрат. А c плюс b пополам равно m квадрат. И что бы вы думали? Что бы вы думали? То же самое, правда? Потому что c это сумма, а b это разность. Ну и а выводится. То есть все, мы вот абсолютно другим методом, полностью другим, мы вывели ровно те же формулы. Ну, если бы мы вывели сейчас другие, математика не была бы наукой. Она была бы чем угодно, но не точной наукой. Она могла быть там методом искусства, при котором каждый видит свою собственную там картину и рисует ее, да? Могла бы быть там, ну, я не знаю, может, поэзией, литературой. Но математики бы она не была. То есть формула, которую мы выводим, конечно, должна быть одинаковой. Но вот они совершенно по-разному получены. То есть здесь это идеи полностью геометрические, здесь идеи полностью арифметические и основные на делимости. А результат один. Но только Карл Фридрих Гаусс окончательно понял суть этих формул. И вот как. Он написал а плюс б и умножить на а минус б и равно с квадрат. Он ввел комплексное число и, ввел новую систему чисел, которую он не называл их гауссовыми. А мы назвали гауссовыми спустя некоторое время. Он их изучал, целые комплексные числа называл он их. И доказал внутри целых комплексных чисел основную теорему арифметики и тем самым основное следствие тоже. Потом он покрутил туда-сюда и понял, что эти два числа будут взаимно простые гауссовыми. А значит, каждый из них будет квадратом. Например, а плюс б и. равен m плюс n и, возведенное в квадрат. То есть а плюс б является квадратом гауссового числа. Возводим. Что получается? Кто умеет с комплексными числами? А? Действительно получится. В смысле f и. Ну, давайте возведем. m квадрат минус n квадрат, прибавить 2, m, n, i. И это а плюс б и. Значит, и это а, а это б, и все готово с точки зрения замены а на б. Все. То есть вот как бы целая история, она шла, шла, она развивалась 4000 лет. Были какие-то формулы, их использовали. Они обобщали египетский треугольник там. Они были величайшим достижением человечества математического на тот момент, безусловно. Потом их доказал диафан, сказал, я могу доказать, что они полностью исчерпывающие. Потом, ну, естественно, где-то в районе фирма, и это доказательство уже знали очень хорошо, альфметическое. И тут пришел гаусс и сказал, друзья, на самом деле все делается в одну строку. Эти формулы просто обозначают то, что а плюс б и является квадратом гауссового числа. Просто поименно, вещественное и мнимое. Все. Вот так. Вот на этом, значит, эти пифагоровые тройки закончились. Вот самые полные, полные, вот все секреты теперь раскрыты. На самом деле они связаны, конечно, с гауссовыми числами, их вид. Вот. А мы движемся дальше, мы движемся дальше. Значит, дальше история прекратилась на довольно долгое время, с момента, когда диафант написал свои труды. История прекратилась на примерно 13 веков в этом плане. То есть она не то чтобы совсем остановилась, в арабском мире в районе 10-го плюс-минус 2 века довольно серьезно развивалась математика, в том числе все мы обязаны одному человеку за прекрасные, так любимые всеми школьниками формулы решения квадратных уравнений. Вот. Значит, соответственно, каждый раз, когда кто-то там из школьников матерясь учит эти формулы, в гробу переворачивается один и тот же великий ученый, которого звали Аль-Хорязми. Да. И он придумал прием, гениальный на тот момент прием, что можно, если написано А минус Б равно С, прямо в буковках перенести Б направо, получается А равно Б плюс С. Вот. Вот эту гениальнейшую идею придумал Аль-Хорязми много-много веков назад, но не так, чтобы очень много. И этот прием он назвал Аль-Джабр. Да, то есть алгебра. А сам он свои имя и фамилия тоже наследовал некоторому термину. Какому? Алгоритм. Совершенно верно. Вот. И, соответственно, вот в его время было много чего понято. Не уверен, что все до нас дошло, что они понимали. Но так или иначе, у этих ребят в 12-13 веке учился Фибоначчи, вернулся в Европу и завел там математику. И дальше понеслась. Спустя несколько веков появился Кардана, Феррари, они выдумали формулу решения кубических уравнений и совершенно прифигели от их вида. Потому что уравнение, имеющее три вещественных корня, все эти корни должны были находиться через извлечение корней из отрицательных чисел. Таким образом возникли комплексные числа. И стало ясно, что действительно без них не живут. Вот так вот жизнь устроена, что без комплексных действительно они живут. Нельзя написать формулу решения кубических. И еще через век появился уже Пьер Ферма. Пьер Ферма занимался казначейством, был приближенный ко дворцу во Франции. Но в свободное от казначейства время он занимался арифметикой. И очень глубоко он занимался арифметикой на суперпрофессиональном уровне. Довольно сложно представить сейчас какого-нибудь, не знаю, допустим, министра транспорта, который является величайшим математиком своего времени. Мне трудно это представить. Может быть, жизнь когда-то меня посрамит, Перельмана назначит министром транспорта. Но пока предпосылок к этому не видно. Но вот тогда приблизительно так, таким образом, Ферма занимался арифметикой в свободное от работы время. И был одним из величайших математиков, если не самым великим математиком своего времени. И он писал там письма, типа, он хвастался и говорит, я доказал вот такое утверждение, а ты можешь доказать, да? А доказательство не приводил. Вот. Но иногда приводил, где-то там находили в его тетрадях, но никогда не посылал к письме, да? Есть несколько великих писем Ферма. Значит, одно из писем на Рождество содержало утверждение, что любое простое число вида 4К плюс 1 может быть представлено как сумма двух квадратов. Ну, видимо, все-таки доказывать он это не умел. Судя по всему, это доказал Эйлер впервые, спустя еще век. Но это действительно очень красиво. То есть, если вы возьмете простое число, там, размера, не знаю, 100 цифр, допустим, и проверите по последним двум, что оно дает остаток 1, определение на 4, да? То вы точно, может быть, уверены, абсолютно 100%, что если вы переберете все предыдущие пары чисел, то одна из них, будучи возведенная в квадрат и просуммированная, даст это число. Это такое, ну, на самом деле это чудо. Ну, вот, прям совсем чудо. Ну, я не знаю, кому какое чудо. Я помню, что один раз я ехал в купе, и девушка, которая ехала со мной, сочла за полное чудо, что работает вот такая вот формула. Просто она не верила в это. Не верила. Я там привел ей разные виды доказательств. Она говорит, нет, ну, все-таки это волшебство. Вы не находитесь, Алексей Владимирович, что это волшебство. Я говорю, ну, у нас есть волшебство и покруче. Ну, в общем, как бы вот для нее вот это было волшебством. Но вот то, что любое простое это сону двух квадратов, я согласен полностью со всеми, кто считает это волшебством. Я это в свое время просто считал полным волшебством, абсолютным. Я это узнал там в классе, наверное, ну, довольно рано мне отец это рассказал. И я просто говорю, ну, а как это можно в этом уверенно быть, что в любое, да? Ну, вот, тем не менее, Эллер это доказал. А другое письмо Ферма содержала, ну, не то что письмо, вот самое знаменитое, собственно, утверждение. Арифметика диафанта вышла в 13 томах. Шесть из них дошли до нас, а семь сгорели в пожаре в Александрийской библиотеке в 8 веке. И, честно говоря, если там обнаружено, вот если выяснится там когда-то там, ну, там уже выяснится, что там содержалось полное доказательство великой теремии Ферма, я не удивлюсь. То есть в шести томах находятся зачатки там всех великих идей современности, наверное, вообще, которые в алгебре есть. Ну, и, в частности, там вот вывод пифагоровых троек, и сбоку рукой Ферма, твердой рукой Ферма написано, куб не есть сумма двух кубов. Ну, он, естественно, имел в виду не нулевых, ну, как бы там формалистов тогда не было. Значит, четвертая степень не есть сумма двух четвертых степеней. И вообще, пишет он, никакая степень не раскладывается в сумму двух таких же. Я нашел этому воистину удивительное доказательство, но поля этой книги слишком узки, чтобы его вместить, написал Пьер Ферма. И это ознаменовало старт самой великой задачи в истории человечества. Великая теорема Ферма. О том, что вот это невозможно, ни при каком N, начиная с трех. Ну, а про два мы уже все знаем. Значит, никакого доказательства, которое бы было впоследствии обнаружено, так и не обнаружено. Однако, в работах Ферма нашли доказательства вот этого случая. Он оказался не очень сложным. Как часто бывает, его надо обобщить, а потом доказывать обобщенное утверждение. Исключительно гениальным методом, которым воспользовался Ферма, который вообще придумал Ферма, называется метод бесконечного спуска. Согласитесь, что если мы докажем, что никакой квадрат не есть сумма двух четвертых степеней, то автоматом и никакая четвертая степень тоже, потому что любая четвертая степень является автоматом-квадратом. Значит, соответственно, это более общее утверждение. Но, как это часто бывает, по индукции часто доказывают более общее утверждение, а потом какое-то, которое мы хотели, доказывается как частный случай. Здесь индукция проходит некоторым удивительным методом, совершенно удивительным. А именно, бесконечный спуск Ферма выглядит так. Предположим, что есть такие числа положительные, целые, то есть натуральные числа А, Б, С с этим свойством. Дальше путем многочисленных манипуляций с формулами индусов, вот этими с формулами троек Пифагора, методом многочисленных долгих манипуляций выводится, что для некоторых положительных чисел заведомо меньшего размера также будет выполнено вот такое вот равенство. И тут С с волной меньше корня из С, ну там, если проследить за охотным рассуждением. Вот посмотрите на это и поймите, что это уже противоречие. Да, потому что мы можем повторить. Можем повторить, да, как говорится. Повторим, получим еще одну тройку опять положительных, натуральных, да, ну натуральных положительных, натуральных целых, тьфу, положительных целых, то бишь натуральных чисел, которые еще меньше этих и для которых тоже это верно. Да, но это же как бы, ну означает, что мы бесконечное количество раз можем уменьшать, но натуральные числа бесконечное количество раз уменьшать нельзя, упираешься в ноль. Поэтому однократный вот этот вот, возможность однократного спуска уже означает противоречие. Это выдумал фирма, это совершенно гениально, на мой взгляд, это просто совершенно гениально. Это незапредельно сложно. Артем, ты точно сможешь осилить за вечер. Из формул пифагоровых троек вывести там, на основании принципов делимости. Все, кто любит делимость, можете попробовать потренироваться. За вечер вполне выводится. Я лично выводил. Издавал. В школе номер 57. Очень-очень давно. Вот. Ну а что с остальными? Продолжается, да, история математики. Итак, на момент смерти фирма в 1661 году ничего, кроме случая при n равно 4, по сути, не обнаружили. Вот это, это одно из самых крутых рассуждений, которые выполнил в своей жизни Эйлер. И одно из редчайших, один из редчайших случаев, когда он чуть-чуть ошибся. Эйлер вообще никогда не ошибался. Но вот одна ошибка у него точно была, она была связана с тем, что он это уравнение, он его чуть-чуть не дорешал. В каком смысле он чуть-чуть не дорешал? Ну, там, короче, я всегда рассказывал, что он проводил рассуждения в кольце, там, некоторым специальных чисел, типа гауссовых, и автоматом предполагал, что там верна основная теория арифметики. А потом неожиданно меня немножко, это самое, меня немножко притормозили. Меня написали в комментариях к одному из видео, что ничего подобного, Эйлер никогда вообще этими кольцами не пользовался. Вот, но действительно у него была ошибка какая-то небольшая. Но суть в том, что если вот в упор доказывать примерно методом Гаусса для а квадрат плюс b квадрат равно c квадрат, возникает необходимость работать в некоторых целых числах нового вида, называется кольцо Эйзенштейна. И в этих целых числах, ну, мы хотим, опять же, основную теорему арифметики, и ей воспользоваться как асота, вот это основное следствие. И в самом деле так можно доказать, это очень серьезно, это две лекции, большие, две лекции для очень таких продвинутых, либо для олимпиады школьников, либо там для студентов чрезвычайно продвинутого вида. Ну и как бы вот новое доказательство, которое подправленное, оно доказательство Эйзенштейна самого, кажись, это 1844. Ну или что-то вот порядка такого. 1844, нет, может раньше, нет, раньше, конечно, не может быть, что 1844, потому что уже пятую степень 1820 в каком-то. Ладно, напишем, что 19 век. Тогда, наверное, это будет правдой. Вот, ну а изначально это конец 18, конец 18 века, может быть, 1771, что ли, что-то такое. Вот, то есть это вот уже оказалось очень трудно. Для пятой степени вывели, значит, для пятой степени вывели в 1820-м, там трудились Ламе, Даламбер, несколько величайших ученых того времени пытались доказывать ее для разных показателей. И вообще, ну как бы на какое-то время это стало центром безусловной математики, да и всех газет. То есть это, так сказать, теорема Ферма, еще я помню, когда я был маленький, я ездил в поездах, и совершенно вдрызг бухие мужики, абсолютно такого рабочего вида, напившись, рассуждали о том, вернали теорема Ферма. Вот, вот без дураков, помню такую сцену, да. Ты докажешь Ферма? Нет, ты можешь доказать Ферма? Нет. Ты не можешь доказать Ферма, ты плохой математик. Вот, я помню эту сцену. Вот, так что она была, значит, известна всем. Формулировку знали все. Вот, потому что сейчас выйди на улицу и спроси, сформулировать, ну, теорема Ферма, далеко не все это сделают. Я бы сказал, что, может быть, каждый десятый сделает примерно. Кто? Да, 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 продолжается поток, да, продолжается поток доказательств. Ну, на тот момент, значит, да, и вот, в 1820, кажется, в шестом году Ламе говорит, все, готово. Записывает, что АВН плюс БВН равно А плюс Б на А плюс Б, как эта буква называется? Кси, да? Точно. Си квадрат и так далее. А плюс БКС. ВН минус первый. Вот. И это равно ЦВН. Рассматриваем числа, которые целые, да еще Кси, и все, что из этого может получиться. То есть там Кси квадрат, Кси в кубе, все комбинации, все многочлены от Кси с целыми коэффициентами. Такие числа. Вот. И используем основное следствие из основной теоремы арифметики в этих числах. И очень быстро, ну, как очень быстро? Нет. Тоже несколько лекций. И приходится к противоречию. Ну, тут красиво. Там, если они там, у них там какие-то общие делители есть, на них надо сократить. После этого воспользоваться той, вот они все оказываются n-ными степенями. И при этом n можно считать простым, что тоже важно. А почему n можно считать простым? Почему достаточно доказать великую теорему Ферма для простых n? Скажите мне, пожалуйста. Ну, то есть это не сразу. Это нужно немножко поисследовать этот вопрос. Давайте его поисследуем. Почему можно свести к простым? Ну, заметим, что любое число либо имеет, либо не имеет какой-нибудь нечетный простой делитель. Вот тут будет. Есть нечетный простой делитель. Нет нечетного простого делителя. Ну, это как-то очень мудро, да? Как проще сказать? Вот в этом случае, что степень двойки, естественно, да? Но если нет нечетных простых делителей, значит, все простые делители четные. А какие у нас простые числа четные? Только два, да? Значит, оно и есть в какой-то степени, и все. То есть вот здесь n равно 2 вельты. А здесь n равно 2, допустим, t плюс 1 умножить на r. Ну, какие-то вот целые числа. t и r, да? Нечетное число умножить на что-то. Причем нечетное больше единицы. Так. Ну и простое. Ну, тогда, смотрите, тогда, если я доказал для него, вот если вот это вот верно, то автоматом верно и, значит, вот это. Ну, да? Правда? Ну, просто если у меня, там, даже для, если даже таких не существует, то тем более не существует таких, где еще внутри сами они r-т степени. Вот. То есть если верно для простых, то верно для всех кратных. Ну, остался вот этот случай. Ну, а здесь что? 4, правильно. Здесь 4. Любое такое число делится на 4. Кроме двойки, но про нее как раз ничего и не утверждается. А для всех остальных 4, 8, 16, 8, 12, 16, 20 и так далее. Они все действуют на 4, и поэтому для них великая теоремия фирма следует из уже доказанной самим фирма. Поэтому все сводится к простым. Нужно доказать великую теоремию фирма при всех простых n. Ну, обычно простые числа вот так любят обозначать. Вот. Ну и дальше у этого кольца есть какие-то свойства. Ну и вот ламе или доламбер, я все время их путаю, сделал окончательное заявление, что он доказал великую теоремию фирма. Прямо на заседании встает человек и говорит, есть прокол. Он говорит, какой? 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 Основателем арифметики. Он говорит, да, блин, а я что, не... Блин, ну она же верна, да? Он говорит, ну конечно верна, говорит человек, который спрашивает. Но ты же докажи ее, все-таки ее же надо доказывать. Конечно, она всегда верна. Но он уходит доказывать, через месяц приходит другой чел и говорит, не, она не верна. Начиная с z корней 23 степени из единицы, то есть когда у меня написано a в 23 плюс b в 23 равно c в 23. Доказательство сваливается и не проходит. И оно не проходит по ключевым причинам, потому что там не верна основная теорема арифметики. Не то, чтобы ее не получалось доказать, она просто не верна. Ну дальше пришел кумер, который сказал, да и ладно, Сейчас мы введем теорию идеалов и все разбомбим. Разбомбил все простые показатели до 100, включительно, еще многие другие. Но умер не доказал великую теоремию фирма. Он прожил длиннющую жизнь длиной весь 19 век. И значительную часть этой длиннющей жизни кумер посвятил великой теоремии фирма, но все-таки так ее целиком и не доказал. К моменту, когда я родился и узнал про эту теорему в 1983 году, папа говорил, что она доказана для всех простых, не превосходящих 100 тысяч. И как бы суть в том, что для каждого конкретного все всегда сводилось к определенной компьютерной проверке чего-то, но никак не получалось охватить именно все простые числа, все целиком. И вот это охватывание всех целиком простых чисел удалось Эндрю Уайлзу с помощью нескольких математиков, в том числе нашего математика Калайвагина, в 1994 году. Там тоже была довольно такая история. Вообще в доказательстве теоремии фирма около, наверное, нескольких тысяч человек сошло с ума. По крайней мере, один вообще закончил свою жизнь очень плохо. И было много разных трагедий. И последней такой вот как бы трагикомедии было то, что Уайлз, когда в 1993 году объявил полное доказательство, и с ним все согласились, записывая его как статью, нашел в нем ошибку сам. До этого 7 лет он жил в деревне, он увез жену, своих детей троих, и заперся полностью в полном затворе. С 1986 года никто его не видел. Он был совершенно гениальный аспирант, и про него говорили, о, блин, ну вот спился, наверное. Ну или что-то в этом духе, я шучу. Ну, короче, вот был-был, да сплыл, да? И вдруг он вылезает и говорит, а мне есть что сказать, значит, этому саму Королевскому сообществу математики в Лондоне. Ну, блин, есть, давай, скажи, дайте мне три лекции. Не жирно ли тебе? Нет, не жирно. Мне нужно обязательно три лекции. Но к концу второй лекции уже многие, кто сидел из очень сильных математиков, понимали, к чему он клонит. И поэтому этот момент заснят на видео. Они позвали журналистов на следующую третью лекцию. Весь задний ряд был занят уже журналистами, которым шепнули, что сейчас прямо в прямом эфире, впервые в жизни будет завершено доказательство великой теремии фирма. Но потом он нашел ошибку и полгода ее исправлял. Тем не менее, она полностью исправлена. Сейчас она доступна в виде седьмой главы книги Манин-Панчишкин «Введение в теорию чисел» или в современную теорию чисел. Слово «введение» здесь не должно сбивать с толку. Примерно с пятой страницы читать ничего не получается, ничего не понятно вообще. Но на самом деле я чуть-чуть утрирую. Читать можно, она страшно концентрированная. Это скорее справочник с указанием идей, но не доведением их до конца. Все идеи теории чисел, я не знаю, почему введение, по-моему, там ничего не ушло из-под пера. То есть никакая идея теории чисел нет, чтобы она в этой книге не присутствовала. Ну и вот седьмая глава, она так называется «Семейство модулярных форм и большая теорема фирма». И там, значит, намечено полное доказательство. Ну а если в деталях, то в статье Уэллса, в двух статьях Уэллса, одна, по-моему, 100 страниц, другая 70, вот. Оно доступно. Я его постепенно пытаюсь понимать все глубже и глубже, но раньше пенсионного возраста, наверное, не завершу эту работу. А, кстати, знаете, почему у нас 65 лет пенсионный возраст? В докладной записке президенту России Владимиру Владимировичу Путину на момент, когда проводили пенсионную реформу, было написано следующее. Зачитываю. Уважаемый Владимир Владимирович, в связи с тем, что 65 является самым маленьким натуральным числом двумя различными способами, представляющимся в виде суммы двух различных ненулевых квадратов, считаем целесообразным перенести пенсионный возраст на этот рубеж. 65 — это первое число, которое двумя различными способами представляется в виде суммы двух квадратов, и это тоже достижение Гаусса, так что именно Гауссу мы обязаны пенсионным возрастом в 65 лет. Да, если что, все, что я сказал в последнюю минуту, это прогон. То есть, может, так и было, но я в этом не уверен. Да, вопрос, да? По поводу этого анекдота о том, что, поскольку, вероятно, кто-то досчитает до конца эту работу, к курсовую, это неважно, и что-то не сводится, премиум пи равен пяти. А, то же самое. Ну, в общем, вот так. Вот так. Ну и, кстати, ответное сообщение Владимира Владимировича такое. Хорошо, но ведь есть число, которое представляется вот так, поэтому для матерей, у которых 5 и более детей, будет 50. Но эту поправку не приняли, денег не хватило. Да. Вот. Ну ладно, это все, значит, к истинной положению дел отношения не имеет. Это некие домыслы математики. Но мне кажется, что так оно и было, потому что за всеми реформами должно быть какое-то обоснование, правильно? Ну а какое может быть обоснование более серьезное, чем такое, правильно? Ну вот. Так вот, Уэллс доказал великую теорему фирма, и это на сегодня является незабываемым фактом. Более того, я на самом деле надеюсь это доказательство таки полностью разобрать. Сейчас я занимаюсь изучением эллиптических кривых, того необходимого, значит, материала, который мне поможет это понять. И в общих, самых общих чертах, я там в целом уже это понимаю, но не до такой степени, при которой я мог бы прочитать курс лекций по ней. Но, если бы я в этом месте завершил, было бы как-то странно, как будто арифметика на этом закончилась, да? Поэтому завершать я буду чуть позже. Сколько сейчас время? Да, вот раньше пяти я не завершу. Значит, дело вот в чем. Дело в том, что совсем незадолго до великой теоремы фирма появилась новая гипотеза, которая, как говорится, как быковцу теоремы фирма, значит, включает в себя полностью. И называется она гипотеза А.Б.Ц. Авторы Остерли и Массер, француз и англичанин. Значит, гипотеза А.Б.Ц. Я сейчас ее буду формулировать постепенно, но я буду ее формулировать, как бы это сказать, чтобы сразу не бахнуть на вас строгую формулировку, в которой не очень будет понятно, что происходит. Я начну издалека, чтобы постепенно прийти к ней, да? Значит, первое – это понятие радикала числа. Ничего политического в этом нет. Значит, радикал числа n для n… Ну, любое натуральное число раскладывается, как мы уже сказали, единственным способом, вот таким образом, да, в произведении степеней простых. Так вот, в этом случае радикалом числа n называется однократное произведение всех простых. То есть это… Берем, ну, как бы, набор простых, входящих в разложение n и перемножаем по одному. Из этого уже понятно, что, во-первых, радикал n в катой равен радикалу n, не правда ли? Во-вторых, радикал n не превосходит n. Ну и в-третьих, может, что-то еще понадобится, но пока вот этих двух хватит. Так вот, пусть a плюс b равно c. Гипотеза a, b, c, она подкупает своей общности условия. Представьте себе, что что-то можно утверждать в любой ситуации, когда a плюс b равно c. Вот так вот, да? И вот, тем не менее, гипотеза a, b, c именно это и утверждает, что-то утверждает для любой такой ситуации. Но тут нужно, конечно, оговориться, где a, b, c взаимно простые. Опять же, понятно, что я не должен указывать, попарно или не попарно, да? Вот. Еще более очевидно, что если взаимно простые совокупности, то попарно тоже. Вот. Значит, итак, пусть, значит, это взаимно простые, натуральные числа. То есть пусть есть ситуация, в которой одно число равно сумме двух других, и они все, значит, взаимно просто в совокупности. И попарно соответственно. Тогда, тогда, сейчас я напишу то, что я напишу, но до этого я скажу, что я хотел сказать. Сказать хочу следующее, что если a и b включают в себя какие-то очень высокие степени простых, то c уже не включает. То есть не может быть так, что a, b и c все три записываются с помощью очень высоких степеней простых, ну или там большая часть простых находится в высоких степенях. Ну, нужно придать, конечно, точный смысл. Ну, вот, например, так. Тогда c не превосходит радикала a, b, c, ну, например, в квадрате. Ну, на самом деле я здесь могу написать 1,63, но в этом виде я вот на 100% в гипотезе не уверен. На сегодня она не опровергнута в такой форме. Ну, давайте на всякий случай 2 напишем. Вот до 2 вообще даже близко ничего не подходит. То есть ни одной тройки натуральных чисел взаимно простых, 2 из которых в сумме равны третьему, ни одной из них не обнаружено, чтобы третье вот это самое большое число превосходило радикал их всех, как бы, то есть произведение всех простых, которые входят во все эти числа, возведенного в квадрат. Но крайне интересно, какую все-таки здесь степень можно поставить, какую нельзя. Например, 1 плюс 8 равно 9. Вот смотрите. Это a плюс b равно c, да? Чему равен радикал a, b, c? 6, молодцы. 6 в квадрат, конечно, больше 9, но 6 само по себе меньше 9. То есть c, вот для этой ситуации c больше, чем радикал a, b, c. Вот эта ситуация, вот эта ситуация называется тройка a, b, c или a, b, c тройка. Любая вот такая ситуация называется a, b, c тройка. А это пара, что ли, кончилась, да? Ну, чуть-чуть я капельку, да, вас задержу? Ну, капельку самую. Смотрите, смотрите. Явно видно, что такие случаи таки бывают. А, b, c тройки существуют. Еще более интересно, что на самом деле их бесконечное количество. То есть здесь нельзя поставить единицу ни в каком смысле слова, даже в смысле конечности. То есть есть бесконечные семейства, очень хитро построенные, очень хитрые, очень такие странные семейства, вот таких вот троек, где a плюс b равно c, так что каждый раз c больше, чем радикал a, b, c. Но на самом деле самое простое бесконечное семейство связано с возведением в квадрат, в четвертую, восьмую, в шестнадцатую и так далее степень вот этого равенства. Можете подумать, почему из этого возникает бесконечное семейство опровергающих гипотезу b, c троек. Ну, а также есть очень много совершенно удивительных троек, бесконечных семейств. И есть совершенно отдельные, удивительные, просто конкретные тройки с очень большим вот этим коэффициентом. То есть, как сказать, знаете, птицы, крутизна птиц определяется их пением, крутизна там, ну, в общем, в каждой области своя крутизна, да, там в каком-нибудь коде forces, там какие-то тоже есть, да, дела, то есть, ну, какие-то рейтинги, баллы. А у троек a, b, c своя крутизна, они меряются вот этим показателем. Вот я беру радикал a, b, c, я пишу слово логарифм и ставлю здесь c. Понятно, да? В какую степень я должен возвести радикал всей тройки, чтобы получить старшее число? Это называется качество тройки a, b, c. Ну и, собственно говоря, собственно говоря, каноническая формулировка такая. Для любого епсиона больше нуля. Ну, я говорю, я не хотел сразу. Для любого епсиона больше нуля троек a, b, c качество больше, чем 1 плюс епсиона, ну или больше или равно, не имеет значения, конечное количество. Вот это и есть каноническая стандартная формулировка величайшей нерешенной проблемы всей арифметики на сегодняшний день. Это самая главная проблема арифметики. Она в 7 проблем Клея не вошла по неизвестным мне причинам. Видимо, арифметику не любили те, кто писали список Клея, но то, что в арифметике, это самая великая гипотеза, вроде как все, кто изучает арифметику, все признают. Итак, если я вот задам, например, 1.0001, то довольно много я получу троек, которые с этим свойством. Но если увеличивать числа, то будет все труднее и труднее этого добиться. И в конце концов они прекратятся. Вот это есть гипотеза a, b, c, 800-страничное доказательство Машизуки, которое появилось в 13-м году. В 18-м году опровергнуто Питером Шольце. И, в общем, на сегодня как бы это открытая проблема. Мне осталось немного. Во-первых, вывести из вот этой формулировки великую теоремофирма. Хотите? Поехали. Итак, предположим, что для всех поголовно ситуации, когда a плюс b равно c, верно, что старшее число не больше квадрата радикала. Предположим. Тогда что получается у меня из вот этого? Понятно, что я могу сократить их до взаимной простоты. После чего применить? Применяем c в n-ный. Должно быть меньше или равно квадрату радикала а в n-ный, b в n-ный, c в n-ный. Правда? Согласны? Но здесь записано просто а, b, c, возведенная в n-ную степень. Согласны? Но радикал, вон первое правило, да? Радикал а, b, c, возведенный в n-ную степень, это то же самое, что радикал а, b, c. Согласны? С другой стороны, радикал числа никак не больше самого числа. Поэтому это не превосходит а, b, c в квадрате. А так как это натуральные числа, то а и b строго меньше c. Поэтому это меньше, чем c на c на c в квадрат, то есть c в шестой. Поэтому если теорема Ферма верна, то она верна для n, не превосходящего 5. 200 лет назад уже знали. Для n равно 5, как раз 200 лет назад был прорыв. Все. Для остальных можно не проверять силу угибать за b, c. Ну и, конечно, я бы отсюда не ушел без предъявления рекордсмена, чемпиона мира вот в этом соревновании. Правда, да? Понятно, что если мы исходим из верности этой гипотезы, ну, ее никак пока не опровергли, значит, возьмем, скажем, 1.1, ну, какое-нибудь качество, которое точно присутствует. Ну, вот здесь, например, у меня качество типа 1.2, по-моему, или 1.3. Там 6 в степени 1.2 равно 9, или 1.3, что-то в этом духе. Соответственно, берем, ну, вот берем 1.2. Ладно. И согласно этой гипотезе, не больше конечного количества их, но вот на сегодня известен некоторый набор. Давайте возьмем вот в этом наборе просто самое большое качество, да, оно существует. Какое оно? Помните, что я здесь написал, да? 1.63, да? Вот. На сегодня нет ни одной тройки АБЦ, которая имела бы качество 1.63. Но я совершенно не уверен, что такая тройка не появится. На самом деле, если честно, я и вот в этой гипотезе совершенно не уверен. Возможно, появится. То есть вот в это я уверен. Я долго вдумывался в разные методы, которые там были. Целую статью 30-страничную прочитал про это. Я нутром чую, что эта гипотеза, конечно, верна. Но вот за двойку не поручусь. Может быть, найдут какую-то совершенно случайно выпавшую какую-то сверхтройку. Но на сегодня самая крутая тройка АБЦ имеет качество 1.6299 и так далее. И, конечно, вы должны меня спросить, что это за тройка? Что, да? Что это такое? Ну и если я просто сейчас ее выпишу, это тоже, что называется, нашелся фокусник. Математика — это не место, где показывают фокусы. Хотя вот Земсков мне постоянно, значит, уже сколько я с ним встречался, он каждый раз мне показывает какой-то фокус, который я вообще не могу понять. Последний раз в Челябинске взял и достал у меня из уха монету. Просто взял и достал, и все. И как я его не уговаривал, он говорит, нет, фокус, который объяснили, уже не фокус. Главное правило фокусника — никогда не объяснять своих фокусов. И так и не объяснил. Значит, фокуса не будет. Вместо этого будет чудо. Ну чудо как бы природная вещь, да, такая, или божественная. А фокус — это то, что ты сам делаешь. Вот фокуса не будет, а чудо будет. Смотрите. Рейсат. Это фамилия автора этой тройки. Возникла такая идея. Есть такие цепные дроби. Знаете, что такое цепная дробь? А поднимите руку, кто знает, что такое цепная дробь. Сейчас я вам покажу, что такое цепная дробь. Это способ приближать числа рациональными. Сейчас покажу. Корень из двух равно один. Прибавить корень из двух минус один. Кто-нибудь может спорить с этим утверждением? А теперь может кто-нибудь спорить с этим утверждением? Правда? А если я теперь напишу два, прибавить корень из двух минус один. Кто-нибудь поспорит? Нет, не поспорит, да? А если я сотру и напишу 1 делить на 2 плюс 1 делить на 2 плюс и так далее. Будете спорить? Нет, потому что мы только что это сделали. Ну, там надо доказывать сходимость, но она не очень сложно доказывается. То есть у рациональных чисел, получающихся отрубанием бесконечных хвостов, есть предел. Они ведут себя осциллирующе вот так. По очевидным теоремам от анализа существует предел всегда. У любого числа есть цепная дробь. Теорема. Число рационально тогда и только тогда, когда цепная дробь конечна. Все. Ну, вдумайтесь как бы в идею, да? С одной стороны, если она конечна, вы ее сворачиваете в рациональное число просто очевидным образом вверх. Теперь, если оно рациональное число, что у вас здесь происходит? Вы выделяете целую часть, остается что-то меньше единицы. Это фактически вы делитесь с остатком. То есть, скажем, 195 делить на 101 равно 1 плюс 94 сто первых. Переворачиваете, у вас уже 101 двенадцать четвертых. И то, что внизу стало меньше, чем было. Это фактически, если честно, цепная дробь – это просто алгоритм эвклида. Просто он так вот реализован очень красиво. Раз, раз, раз. И алгоритм эвклида всегда заканчивается с двумя натуральными числами. Поэтому, если у вас рациональное число, то вы всегда его закончите. Вот таким, такой цепной дробью. Из чего следует, что я уже доказал, что корень из двух не является рациональным. Вы понимаете, да? То, что вот оно. Повторы есть. Но вот любое число имеет цепную дробь. Теперь, теорема Лагранжа, одна из многочисленных. Теорема Лагранжа говорит о том, что цепная дробь числа периодично, начиная с некоторого момента, периодично, начиная с некоторого момента, в том и только в том случае, когда само число удовлетворяет квадратному уравнению с целыми коэффициентами. Это удивительно сложная теорема. Просто удивительно сложная. Ну, если кто-то из вас сможет ее сам доказать, это реально большой респект. Я не смог. Долго пытался. Я даже выдумал доказательство. Даже его рассказал на одной из школ Ройгородского. И я скандалился, потому что самый крутой школьник, международник, подошел и сказал, Алексей Владимирович, а в этом месте-то что делать? Я, ай, ё-моё. А я был уверен, что у него должно быть какое-то не очень сложное доказательство. В книгах ужасное, ужасно тяжелое. И я хотел выдумать простое, но так и не преуспел. Ну, в общем, это очень трудная теорема, тем не менее, она верна. Но это означает, что у квадратичных рациональностей, иррациональностей, у них как бы цепные дроби, вот эти вот коэффициентики, у них они, ну, в некотором диапазоне, и все. Они ограничены, как набор. Ну, из-за периодичности. Но если вы возьмете другие какие-то иррациональности, не квадратичные, то здесь уже неизвестно ничего. В частности, открытой математической задачей является разложение в цепную дробь числа корень кубический из двух. Вот так вот. Просто никто не знает, как оно раскладывается. То есть, понятно. А? Что, решили? Каких? Есть предложение? Ну, вообще, вся эта наука, конечно, для изучения приближений. Цепные дроби – это самый главный инструмент анализа трансцендентных чисел. Вот, ну, в общем, вот даже у этого числа нет цепной дроби никакой. И что же делает этот дядя? Он говорит, давайте посмотрим корень катой из п. И здесь к, начиная с трех, а п простое, например. И будем раскладывать цепные дроби. Зачем, спросите вы меня? А вот зачем. Вот смотрите, что такое пи? Пи – это три. И еще одна седьмая, да? Приближение Архимеда. Но, на самом деле, еще одна шестнадцатая к семи надо прибавить. И это уже приближение, я не помню кого, честно. Наизусть не помню кого. А не Пифагор или я? И вот это, вот это, вот если я напишу, что это вот это, то это триста пятьдесят пять сто тринадцатых, прошу любить и жаловать, и использовать во всех случаях, кроме посадки корабля на Марс. Потому что это шестой порядок точности. Вот это число отличается от пи на менее чем одну миллионную. Шесть знаков после запятой. Поэтому, если вы решаете какую-то прикладную задачу, не знаю, например, построение на даче бассейна, вам вполне хватит этого числа. Хватит пи. А вот если корабль на Марс, то долбанется, скорее всего. Там нужно больше знаков после запятой. А почему такая точность страшная? А потому что дальше идет двести девяносто два. Понимаете? И вот эта штука оказывается страшно маленькая, из-за этого шестнадцать отличается от этой суммы страшно мало. И само приближение невероятно хорошее даже с точки зрения цепных дробей. Ну вот он и стал искать, какой корень ката из п раскладывается так, чтобы там возник какой-нибудь вот этот вот страшный, понимаете, да, крокодил, да? Ну и тут компьютерный перебор, как бы, что называется, не замедлил выдать следующий результат. Такой. Два. Сейчас я, значит, в уме я просто помню, что должно получиться. Сейчас я восстановлю. Так. Плюс. Так, по-моему, пять девятых. Один делить на. Один. Один делить на. Один плюс один делить на четыре. Так, проверяем. Должно получиться двадцать три девятых вот здесь. Проверяйте. Пять четвертых, четыре пятых, девять пятых, пять девятых. Да. А теперь внимание. Семь из семь тысяч семьсот тридцать. Без комментариев, понимаете? Без комментариев. Так не бывает. Вообще никогда. Вот я иду, когда мне было девять лет, не семь, девять лет. Или, нет, все-таки восемь, наверное, я шел в третий класс. Восемь лет мы шли на байдарках по реке Гауя в Латвии. В Латвийской Советской Социалистической Республике. На тот момент, по крайней мере. И мы вот вплыли вот так, вошли в море просто вот так. Я говорю, мама, что это? Она говорит, а вот это, сынок, море. А до этого я никогда не был на море. Мы очень бедно жили, мы никогда не ездили на море никуда. Вот. И вот мы входит. Как? А где край-то? Край где? Я говорю, ну как, ну нет края, ну что, дурак, что ли? Вот. Земляшка ругала, откуда тут край? Ну вот. Ну и я иду по берегу моря. Балтийского. Иду, иду, и вдруг на что-то наступил. Блин. Иду, естественно, босиком. Что-то на что-то наступаю. Мам, что это? Она, что? А это янтарь вот такого размера. Ну, мы поехали в Юрмалу, в музей. Янтаря. А они говорят, что? У нас артель за месяц такой находит один. Как ваш ребенок это нашел? Ну вот так-то нашел. Ну так же вот этот товарищ взял и корень пятый из 109 нашел. Запустил компьютер, а он ему говорит, 70, 70, 70, как это так, да? Ну понятно, что в этом случае, когда я это проигнорирую, получается невероятно точное равенство 23 девятых. Да еще, блин, еще вот, понимаете, еще вот, чтобы вишенка на торте, 9 это еще 3 в квадрате. Для будущего будет понятно, почему это важно. Ну что это означает? Что если я в пятую степень возведу, кстати, вот если вы извлечете корень и сравните, 8 знаков после запятой. Хорошо, но это означает, что 105, ой, 109, ну как-то страшно близко к 23 в пятой делить на 3 в десятой, правильно? Как-то страшно близко. Но если так, то должно быть 109 умножить на 3 в десятой, как-то страшно близко к 23 в пятой, да? Правда? Ну и если здесь что-то небольшое, оно же целое, то вы получили шикарную тройку АБЦ. Какая минимальная разница между двумя несчетными числами? Правильно, это ответ. Все, это тройка чемпион. На сегодня не существует ни одной тройки АБЦ с более хорошим качеством. У этой тройки качество 1, 62, 99 и так далее. На этой мажорнейшей ночи, да, ну самое главное, да, в интернете есть общество умалишенных, называется АБЦ Хом. Это несколько сот тысяч жителей нашей планеты, которые, как и я, фанатеют от АБЦ троек. Я вот фанатею от АБЦ троек, то есть как бы, так сказать, пьянеют от обычного медового сока, даже без алкоголя. Вот, так вот, значит, если вам это все нравится, присоединяйтесь и там выдумывайте свои серии. У меня есть научная статья, в которой я предложил новую серию троек АБЦ. Она никому, естественно, не интересна, кроме вот этой вот банды, да, безумцев. Вот, и нормальным математикам, конечно, она совершенно не интересна. Когда я статью публиковал, там отзыв пришел такой. Очень оригинально, замечательная школьная работа, но, конечно, научный журнал, несмотря на то, что она новая, оригинальная, к научному журналу она отношения, конечно, не имеет. Так что советуем журнал «Квант» или «Математическое просвещение». А вы инверсию мечтаете? Кого? А, ну, короче, я нисколько не обиделся, я говорю, ну, классно, значит, я буду на лекциях это рассказывать всем. Вот, а, ну, я, кстати, сегодня же ее не рассказывал, да, я в Новосибирске один раз рассказывал про эту серию. Ну, в общем, серия АБЦ-троек это отдельный интересный момент, потому что в ней задействованы, в поисках этих АБЦ-троек задействованы все нынешние вот развитые разделы математики. Можно из любого раздела извлечь какую-то идею для серии АБЦ-троек. Ну, вот, собственно, и все. Наверное, на этом все. Маткульт, привет! Поднимите руки, кто когда-нибудь был на канале, YouTube-канале Маткульт, привет! А-а-а! Ха-ха-ха-ха! Я хотел сказать, подписывайтесь на канал. Маткульт, привет! Ну, ладно, тогда саватеев.xyz. Движение «Родная школа», которое я возглавляю. Заходите всюду. Всюду есть какие-то смыслы, видеозаписи, рассуждения. Вот, присоединяйтесь к нашей математической империи. Все. Спасибо за внимание, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ